ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, кстати, одна из того, что, по крайней мере, заинтересовало. Пожалуйста. Учёные из Австрии и Швейцарии опровергли устоявшееся мнение о том, что, мол, общение в интернете отличается от общения в реальной жизни. Он говорит, что никакой разницы нет, мол, люди в интернете себя ведут абсолютно так же, общаются вежливо, ну, и то есть... Или невежливо, как в обычной жизни. Ну, да, ну, да, это вот про наш вечный спор по поводу, там, не знаю, цифрового общения и общения аналогового. Конечно, знаешь, учёные из Англии, из Австрии, из Швейцарии пытаются переплюнуть своих британских коллег, в смысле, идиотичностью собственных заявлений, вот не знают, куда уже, как называется, как изгольнуться. Потому что у меня есть очень простой тест, друзья. Называется тест Тюринга-Кузичева. Покажи сейчас Полякову, пожалуйста, крупным планом лицо егоное. Да? Поляков? Лёша, если это точно так же, покажи мне, пожалуйста, грустный смайлик. Ну, вообще да. Вообще да. Вообще да, работает. Не, ну, правда, мне кажется, ну, действительно, если вот, понимаешь, когда люди попадают в сеть, вот, впервые, когда они понимают, что сеть... Извини, мы всё время балаболем, а Ксения внимательно следит, как тот человек, которого я предполагал здесь увидеть, и смотрит и с блокнотиком ещё к тому же... И зависит, что это в айпад. И подсматривает, да. Ну, Ксения, скажи нам слово. Мне кажется, что там есть специальные даже люди... Где? ...которые занимаются троллингом, так называемые тролли. В интернете? Да. А в жильяльной жизни нет троллей? Ну, мне кажется, когда ты анонимно кого-то троллишь, и говоришь всякие гадости, и пишешь... Это безопаснее. Мне кажется, это гораздо проще. И безопаснее, да. В лицо ты точно не получишь. Вот. Ну, хотя, знаешь, на самом деле были прецеденты, особенно, ну, по крайней мере, собрать социальные сети, где явно видна твоё имя, фамилия. Или ты имеешь в виду, звонит однажды Серёжа Минаев своему бывшему коллеге. Да. Из этой серии. А потом встречает его. А потом встречает его. Вместе с другом Багировым. Было, бывало. Не, просто смотри, тут действительно научный подход. Я просто зачитаю. Я ничего не понял. И, может быть, ты сейчас скажешь, что это подход вовсе не научный. В частности, в ходе эксперимента, во время разговора в интернете между последовательными сообщениями конкретного пользователя сообщения ведут себя как обрезанная экспонента с показателем минус 1,53. Минус 1,53? Да. А, это меняет, конечно, обрезанный экспонент. Нет, хотя, надо заметить, вот, вот, я бы повстречал в жизни учёных из Австрии и Швейцарии, потому что я думаю, что все свои исследования, они делали А на компьютерах, расслали тоже в статьи, в научном журнале, посредством электронной почты. Если бы они кому-нибудь сказали, так сказать, людей, ну, как называется, цивилизованных стран. Скажем мне так, я редактор журнала про науку. Нет, просто ты общаешься в жизни и говоришь кому-то, что ты обрезанный экспонент. Пошёл вон. Вот, понимаешь? Из редакции. Потому что, мне кажется, нельзя человека называть обрезанной экспонентой, потому что с показателем минус 1,53, это обидно. В общем, мы дезавуируем сообщения учёных из Австрии и Швейцарии. Это удобно. Либо они не учёные, либо они не из Австрии и Швейцарии, а из Британии. Из Британии, да. Британские учёные. Давай, а ты следующую новость подай, Ксюшечка. Следующая новость – это Белоруссия. Белоруссия. Это новость, действительно. И его группа Ленинград собрались в эту страну на гастроли, но прокуратура предупредила, чтобы никакой нецензурной брани не звучало. Из уст шнура. Это удобно. Это как вот Мадонна приезжает ей сказать, только вы не танцуете, пожалуйста. Вы вышли аккуратно, академично спели и ушли. Сиди лучше. Лучше сиди и лучше под гитару. Вот так вот, да. Издалека. Это смешно. Ну, потому что это квалифицируется по белорусским законам, ну, и по нашим тоже. Мат. А у них русский мат. Русский мат. Как мелкое хулиганство. Вот в рамках борьбы с мелкими. Я могу сказать маленькую историю. Маленькую историю. Потому что Белоруссия, всё-таки, они же говорят на белорусском языке, они же самостийны. Ну. Вот я служил, я служил когда на флоте, был у нас один парень, очень милый человек, кстати, может быть, он сейчас смотрит, Альфонсис Пундис. Он был из Литвы, из Вильнюса. А я слышал эту историю. Вот, а люди-то нет. Вот, и вот мы, значит, и мы всё время подкалывали, говорим, Альфа, Альфонсис, мы так называли, да у вас же даже, у вас даже мата нет своего, о чём мы можем говорить, какая культура? Он обижался, обижался, говорил, да, конечно, есть. Мы говорим, ну, хорошо, а как будет, тут вы поймёте, какое слово мы употребляли, и какое слово Альфа нам отвечает. Мы говорим, ну, ладно, вот как будет по-вашему по-литовски чудак? Он говорит, чудакос. Чудакос. И все ужасно смиряются. Есть и грамматику, и есть. Просто, знаешь, вот что я подумал, когда прочитал эту новость, ведь свой первый визит в роли президента Путин собрался, как раз, он не поехал на Ж-8, он собрался ехать как раз в Белоруссию. Мне кажется, просто... Он сделал свой выбор. Гражданам, гражданинам Белоруссии будет неудобно, если группа Ленинград, перед человеком из города Ленинград, будет материться. А, то есть ты думаешь, что это, что это белорусам неудобно за... Ну, как-то некультурно, ну... Лёха, ты какая-то, знаешь, простите, в хорошем смысле слова обдрезанные экспоненты, настолько всё сложно. В минус 1,53 соток. Я-то увидел в этом, так сказать, привычный привкус идиотизма Савкового. Да, ну... Да уж, простите меня, потому что, мне кажется, слова из уст поэта, так сказать, звучащие, в том числе, даже если это вдруг, лексика в других случаях считается обсценной, но это всё равно поэтическая речь. И вот, скажем, мы вспоминаем стихотворение Иосифа Бродского. «Хата есть, да лень тащиться, я не экрановщица». Понимаете, в чём дело? Нормально же, видите, как прозвучало же в эфире федеральный полканал. Прозвучало? Без всяческих, да. Ничего, где прокуратура Белоруссии нету? Прокуратура Белоруссии. Дайте Шнурову нормально высыпить. Он поэт, имеет право. Благо, на его концерте, да, могут присутствовать и такие люди. Так, и что у нас ещё интересного? А, ну вот из приятных новостей. Из приятных, давай из приятных. Счастливых россиян по сравнению с прошлым годом стало на порядок больше, выясняют социологи из ФЦИОМа. Это легко. А по результатам весеннего замера, если в сентябре 2011 года счастливыми себя называли только 66% опрошенных, то уже в апреле 2012 года таковых стало 82%. А предыдущие представляют каким периодом? Сентябрь 2011. Знаешь, вот с нашим социологов прямо вот можно веселиться и хохотаться. Ну, смотрите, в сентябре, конечно, конечно. Отпуски за спиной, на работу вышел. Всё позади. Явно сейчас осень и мерзотная погода. Вы чувствуете себя счастливым? Нет, как-то не особо. Может, я пойду уже? Или берём май 2012 года. Смотрите, вот я по себе скажу, почему я счастливый. Во-первых, зашёл луговой мятлик. У Анатолица больная тема, Анатолий постелил себе газон. Да, луговой мятлик идеально. Дожди, плюс тепло, изумительно. Дернина, хорошо. Плюс я впервые посадил кориандр. Да, и вы знаете, и уже пошёл. И поэтому, если бы ко мне подошёл социолог и спросил у меня... Будьте здоровы. Вот, спросил у меня что-нибудь подобное. Конечно, я бы сказал да. С полным основанием. Ты себя понимаешь? Подождите, но весь март была зима. Ну? У нас зима до конца апреля длилась. Поэтому я сомневаюсь, что в марте... Не, не в марте, в мае. В мае. Вот сейчас буквально... В марте, подожди. В апреле. В апреле. В апреле тоже была зима. Я лично была не очень счастлива. Не, ну в конце апреля было нормально. Но в общем, мне кажется, просто корреляция понятна. И там не то, что уровень жизни людей, не знаю, их довольство собой, окружающим миром, как-то выросло. Это не связано. Просто прошла зима. Впереди лето и отпуск. Конечно, люди чувствуют себя. Абсолютно. Мы сделаем какую-нибудь программу, все-таки целиком посвятим ее луговому мятлику. Но чуть позже. А, я думал, в ЦИОму и ученую. А сейчас давай обращаемся уже к нашим дорогим гостям и новым темам.